всех приветствую на своем канале сегодня будет видео с распаковкой купленного фена дайсон так как фирма дайсон одна из многих кто у нас ушел из россии то сейчас продукция поставляется параллельным импортом и бренд достаточно активно представлен на многочисленных маркетплейсах и я купила на маркетплейсе очень известного крупного банка вот в такой вот коробки мне пришел фен очень много различных описаний как отличить подделку от оригинала я не знаю что мне прислали конечно же я надеюсь что мне прислали оригинал наружная коробка абсолютно без ничего вот здесь только есть наклейка с номером на самой этикетки почему-то написано по-русски что изготовлено в малайзии указан номер в серединке буквы е у который говорят что модель должна быть произведена для европейского рынка также здесь указана модель 07 также здесь буковки е у и вот здесь внизу цвет который я заказала берлинская лазурь по моему называется и вот здесь вот такой темно-синий с коричневым многие говорят что сейчас делают настолько качественные подделки что даже серийные номера бьются на официальном сайте и то есть подделки научились делать настолько качественные внутри уже идет красивая белая коробка красочная коробка лежит очень плотно вынимается с очень большим трудом на этикетке указан такой же номер как какой указан на некрасивой внешней коробке но здесь меня смущает то что криво наклеена этикетка сама коробка очень красивая красочная и сделано так если внешне посмотреть что сделано достаточно качественно тут указано дайсон супер sonic здесь сам фен и вот здесь то какая комплектация то есть идет кейс с пятью классическими насадками сам фен и две расчески открываем другой видимо стороны надо было открывать так вот все уложено я говорила про подделки так вот говорят что подделки научились делать просто идеального качества и можно иногда действительно не понять подделка перед тобой или оригинал и якобы они отличаются мотором естественно то есть тут же инновационный мотор что может отличить только мастер в сервисном центре так здесь идет коробка с нами насадками я так понимаю модель 07 идет для европейского рынка для европейского типа волос и здесь другая комплектация нежели в 08 здесь именно другие насадки одна из насадок которые отличаются это вот такая вот насадка для если я правильно понимаю вьющихся волос то есть 08 такой насадки нет вот это вот я не помню есть 08 для выпрямления волос насадки матовые приятные пластик ну пластика пластик в принципе так это я так понимаю всякие заглушки и и еще одна но такие насадки такая большая насадка она по-моему есть обоих наборах и вот такая вот насадка для ослабленных по-моему чувствительных волос которая охлаждает воздух если я правильно понимаю сделано в принципе все аккуратно то есть даже если это вдруг подделка то сделано в принципе действительно аккуратно и качественно вот здесь вот идет магнит с помощью которого примагничивается к фену то есть на каждой насадочке вот здесь вот идет круговой магнит следующее в коробке это кейс достаточно тяжелый так и я так понимаю она это внутренности коробки это вот эти вот дополнительные расчески они в принципе продаются отдельно эти расчески можно купить также причем набором они продаются говорят что они прям очень очень удобные они все вместе идут так достаточно легкая кстати расческа широкий очень легкая прям удивительно легкая расческа пластик мягкий матовый еще одна расческа но этот расческа уже кстати потяжелее это уже щетка ой она прям тяжелая тут я так понимаю металл потому что ручка тяжелая и она такая как вот с такой мелкой мелкой нарезкой что ли вот такой приятный металл сама щетка ну щетка и щетка не знаю мне кажется обычная но она достаточно огромная то есть она прям с ладошку эта щетка но ручка у нее прям тяжелая и увесистая дальше внутри еще такая книжка немножечко она мятая так и вот интересно русского языка по идее я так понимаю здесь не должно быть хотя нет вот есть русский язык что очень странно потому что по отзывам все говорят что русского языка нет может быть этот фен из тех еще запасов которые были произведены давно с учетом еще российского рынка тогда странно там тогда должны быть наверное были быть буквы ру в середине странная брошюра мало то что намятая тут вроде есть по-русски внутри я как ни старалась ничего по-русски не нашла и здесь такая вот таблица и в ней русского языка только тоже не нашла ну ладно и в принципе что тут еще и еще внутри но это вот подставка для объема и самое главное это у нас вот этот фен вот в таком вот красивом кейсе кейс естественно из искусственной кожи такой приятный типа софтача и внутри так внутри бархат и сам фен как микрофон фен матовый достаточно легкий сам одна из самых отличительных особенностей это то что здесь звездочки под торг но говорят даже их научились подделывать если присмотреться то здесь звездочки под торг внутри значит еще вот такой разделитель но он немножечко вот он тоже как будто бы с бархатным напылением но напыление здесь немножечко еще как бы местами полысело что ли вытерлась так скажем в нескольких местах и здесь пятая насадка у самого фена в отдельной коробочке который еще тоже вот такой бумажкой это у нас шнур так как по бирке тут вот третья бирка с таким же кодом бирка европейская потому что по бирке это для европейского рынка соответственно вилка европейская из каких-то таких моментов ну пока вроде как придраться не к чему каких-то таких грубых косяков нет вот здесь вот надпись модель мощность здесь все аккуратно шнур шнур приятный матовый и сейчас я его взвешу и измерю размер шнура по описанию в интернете шнур от основания кабеля до конца вилки должен быть 2,7 у меня 2,65 по весу он 588 граммов и я читала что он должен весить 600 с лишним то есть эти два момента конечно уже как бы ну если брать какие-то разъяснения в интернете то говорят о том что возможно это может быть подделка если смотреть на качество кнопок то здесь все соответствует оригиналу то есть такие же негладкие кнопки кнопки сделаны аккуратно довольно шумные и холодный воздух работает насадки должны крепиться на магнит и держаться довольно крепко так вот это нас насадка держится мне кажется слабее а вот эта насадка что-то я не поняла немножко она такое ощущение что вообще не держится и хоть и говорят что часто у подделок также бьются серийные номера на официальном сайте я все-таки решила проверить зайти просто так не получается нужно заходить через VPN через VPN сайт работает после регистрации нужно ввести серийный номер и дату покупки и сайт показывает что конкретно зарегистрировано за данным номером то есть здесь идет special edition дайсон специальная версия дайсон суперсоник фен цвет прашен блю рич купер изначально распаковку я начала вечером при искусственном освещении но при дневном освещении некоторые моменты видны более четко и тут нет сомнений что я купила очень качественную реплику купленная реплика действительно очень хорошего качества у нее очень приятный пластик матовый все крепления и на самом фене и в насадках под звездочку торкс не крест никакие там еще то есть очень аккуратный крепеж везде но запаха пластика все-таки в оригинале быть не должно здесь запах пластика очень сильные и неприятные если посмотреть на кейс то в принципе к нему очень сложно как-то придраться он из очень приятного софтачевского материала то есть такой очень приятный кожезаменитель но вот если посмотреть на крышку верхнюю и посмотреть на самый верхний пришитый слой то вот с одной стороны он пришит более грубо а вот с этой стороны как мне кажется пришит более аккуратно то есть есть небольшое смещение я так думаю что в оригинале такого быть не должно а так в принципе он тоже достаточно такой неплохой лаконичный и в принципе довольно неплохо сделан внутри бархат сама вот эта вот бархатная ткань она не красит пальцы то есть кто-то пишет что иногда вот это вот этот вот мякиш бархатный красит пальцы нет здесь более-менее качественно и я не знаю насколько это соответствует оригиналу или нет вот эти вот боковушки они немножечко как будто бы с такими заломами и вот это вот вставка вот видно что она ну как будто бы вот уже долгое время кем-то пользования то есть вот она уже местами вытерта от ну вот от того что ее фен то ли продавил вот какие-то вот эти вот места то ли чего вот если посмотреть то вот здесь вот уже вытертые моменты ну как будто бы она уже была вот в употреблении так скажем я посмотрела несколько видео с распаковками именно этой модели фена иностранно говорящих блогеров у всех вот такая вот клейки вот такой клейки кружочек здесь не один а два но я вот не знаю может быть это конечно не такой чтобы момент который прям вот сто процентов говорит о подделке но все-таки как бы небольшой звоночек расчески сделаны очень качественно вот прям не придраться и на коробке даже указано я так понимаю дата производства двадцать первый год и также дата производства написано на коробке с насадками и у меня такое ощущение что в данной модели хотели очень сильно закосить по двадцать первый год выпуска чтобы как будто бы изготовили фен до того как дайсон шел из россии сама коробка сделана очень хорошо я вот вообще не знаю к чему придраться на этой коробке потому что типографии вот говорят там где-то пиксельная где-то какие-то смазанные чего-то рисунки здесь все сделано прям вот очень хорошо вот прям действительно очень качественная макулатура концентратор или пятая насадка которая лежит в боксе она тоже достаточно хорошо сделана здесь и пластик очень аккуратно сделан и все симметрично потому что пишут что в репликах нет либо вот посерединке вот этого разграничитель либо он криво то здесь все ровно все присутствует все очень аккуратно здесь если посмотреть на вот эту вот магнитную ставку то тоже никаких каких-то посторонних включений я не вижу все четко внутри вот это вот крепление это звездочка если присмотреться к фену то здесь конечно ну как смотрим на нанесение то есть вот на кнопках не должна быть краска здесь видно что красный кружок это красная краска видно что он кривой и неаккуратный и криво изображен значок не знаю как показать он немножечко отсвечивает вентилятора то есть этого быть вообще не должно да это не наклейка это рисунок но он кривой вот пытаюсь показать он изображен не симметрично этот вентилятор он немножечко как будто смешен немножечко тут вниз то есть сверху вот здесь вот расстояние больше ну понятно что краски быть не должно на оригинале это не краска эти кружочки и точно так же хотя вот сами кнопки качественные они не гладкие они вот такие же рифленые какие в оригинале но если присмотреться то синяя синий кружок это тоже краска этого быть не должно этого быть не должно в оригинале в оригинале это не краска а сама кнопка вкл выкл тоже качественная то есть здесь вот есть и сам второй вот этот вот вот этот вот кружочек и вот этот вот вот эта палочка такая достаточно симметричная и вот этот вот кружочек между ними нарисован то есть все здесь аккуратно четко пластик очень хороший если посмотреть маркировку на самом корпусе фена то здесь отсутствует QR-код но QR-коды присутствуют только на изделиях которые предназначены насколько мне стало понятно для арабских эмиратов для Турции в изделиях которые для евросоюза QR-коды нет и здесь написано SE то есть это сертификация евросоюза и EAS это сертификация для стран бывшего СНГ там Армения Азербайджан Казахстан Беларусь Россия сам шнурматовый очень такой не колдовый то есть мягкий эластичный очень приятный по поводу бирки вот и бирка вроде бы как будто бы оригинальная все коды вот эти вот три кода они везде совпадают но здесь единственное что меня смущает изготовление вот прямо написано что изготовлено в Малайзии made in Малайзия также знак SE EAS вот сколько я не смотрела видео нигде такого нет что было написано изготовлено в Малайзии по-русски то есть если это фен который произведен предположим в двадцать первом году для рынка EAS тогда где документы то есть здесь отсутствуют документы которые должны быть в пакете это гарантийные документы инструкции по эксплуатации то есть если это изделие для России то здесь как минимум должна быть инструкция с русским языком инструкции нет есть только вот такая вот помятая бумажная книжка информация об соблюдении нормативных требований техники безопасности и несмотря на то что здесь сверху написано по-русски внутри русского нет вообще и сзади вот эта вот табличка здесь тоже нет русского языка то есть вот эта макулатура она во-первых вот так вот в таком виде и она непонятно к чему относится я еще раз несколько раз взвесила фен он по весу 590 граммов хотя по всем данным из интернета с китайской вилкой фен оригинальный должен весить 630 а вот с такой вот вилкой которая наша для Европы фен должен весить больше 650 660 граммов то есть тут явно недовес и говорят что именно реплики одна из таких проверялок это именно что в репликах вес не дотягивает до оригинала ну и так же я несколько раз измеряла длину длина должна быть вот отсюда до самого конца вилки 2 и 7 метра здесь никак не дотягивает даже вот с большой большой натяжкой 265 вообще 264 если вот я несколько раз мерила если прям вот делать какую-то погрешность в том в той метровой ленте которую я мерила то ну вот на погрешность можно ну сантиметр то есть 265 предположим да но никак не 2 и 7 короткий шнур тоже говорит о подделке также сзади я не знаю как это должно быть но мне не очень нравится то вот это вот какая-то покоцанность вот в этом металлическом ободе и он вот этот вот вот этот вот выход очень сильно пахнет химозным пластиком очень сильно запах не проходит не выветривается и мне кажется оригинальное изделие не должно так вонять пластиком так как оригинального дайсона у меня никогда не было то я решила сходить технопарк там есть фирменный стенд но правда с другой моделью и я ее потрогала посмотрела как она выглядит и решила я послушать как звучит оригинальный дайсон и то что купила я и 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 вынуждена констатировать, что у меня достаточно качественная, но реплика. Я улыбнула, что в соседнем от технопарке ДНС свободно стоит по очень смешной цене вот такой вот аналог того же самого Дайсона. Надеюсь, моё видео в чём-то вам пригодится будет полезным, чтобы не купить подделку. Всё-таки фирма Дайсон это достаточно дорогой бренд. И всем пока-пока! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok